Вот, я свою беденную перевезу, пришла в банк, жду очередь, взяла талон до 40, встаю, жду, в этой вкрутке, в новой секонд-хенда, воротник не удалось, воротник не удалось отцепить, потому что он там пришит, оказывается. Сейчас деньги перезаложу, и мама сказала, дай денег на баню, отда, что делать? Это офис банка на проспект Победы 19. Тихо говорю, потому что, вы тут сами понимаете, народа много. Должны назвать свой, не, должны назвать сейчас номер талона. Получается, в кассу пойду. Народа вроде немного. И, короче, не по мою душе. Надеюсь, быстро все уладится. Я так еще прогуляться хотела. Блин, все не мой талон. Я так так иду. Я тут уже целых пять минут похожу. Все, выдали деньги. Представляете, захожу в кассу, там моя Ольга. Введите пин-код. Заберите дальнейшее действие. Так. Перенести наличные. Почему? Как интересно. Введен неверный пин-код написан. Почему? Сейчас полюблюсь на вопрос. Все. Все дела у Терсла. Представляете, захожу такая в кассу. И там моя Ольга сидит. Подрюзанька моя. Я, кстати, даже не знала, что он в этом отделении работает. Пойду-ка, сижу на солнышке, погреюсь. Ифка может на работу зайти. Я вот здесь, недалеко. Как-то быстрее, быстрее получилось, чем я ожидала. Я думала, много времени займет. А здесь нет. Абсолютно. Быстро-быстро все. Солнышко, светит. Пойду посмотрю это. Чуть-чуть чаю. На работу возьму. Кировский, или как он там, магазин-то находится. Спущусь. Вот сейчас 10 градусов тепла. Но, в принципе, холодно. Так ветер дует холодно. Сейчас пускай снизу. Все. Еду. Обедала. Народ так много. Народов много в плане того, что я даже не знаю, откуда они взялись. Хотя время сейчас обеденное, но... Но счешется, блин. Как умер куманки. Время обеденное. Но там как-то очень много народу. Решила не снимать. У меня еще даже время свободное есть. Обед смотрит как в обыкновенной заводской столовой. Ну, не классно. Такая атмосфера еще. Играет музыка. В самом далеке вообще кальян курили. Темно, кстати. Темно. Атмосфера какого-то игрового клуба. Такая акуражная атмосферка. Пойду возвращаться. На свое рабочее место. Ой, этот звук светофора. Расстегнулась. Чем я уже вся в поту. Хорошо, что у меня естественная красота. И что мне не требуется макияж. Вот я одни плюсы в этом вижу. Потому что перед тем, как выйти на обед, я пошла на рабочем месте в туалет. И там умылась. И кожа дышит. Кожа дышит великолепно просто. Ну, я умылась, в общем. И что вы думаете? Я намазалась кремом. И он еще не впитался. Посидеть на одной лавочке немного. На 5-10 минут раньше тоже давить не нужно возвращаться. Посижу на солнышке, погреюсь. Так все бездельники делают. Так все бездельники делают. Фух. Что тут детская площадка? Детская площадка, да. Я, кстати, еще зашла в продактовый магазин туда внизу и купила губки для посуды. Сегодня прихожу такая на работу. Обувь грязная. Смотрю, там раковина. И лежит губка. Губка такая, видавшая виды прямо уже. Я взяла эту губку и вымыла свою обувь. Потом, представляете, через, наверное, часа два, захожу там у нас из-за раздевалки, в общем, туалет выходит. Захожу, смотрю, она этой губкой моет. Там Настя девочка на работе. Она моет эту свою кружку. Блядь, ну такая губка, даже в руки неприятно брать. Как можно ей мыть посуду сейчас? Я-то думаю, она для хозяйственных целей, поэтому я без зазрения, совести взяла и вымыла ей свою обувь. Я, в общем, ничего не сказала. Ну зачем? Сейчас приду, положу новую губку. Буду устранять свои прорехи. Подложу, подложу новую губочку, эту выброшу. Или эту, так, помою и положу под раковину. Буду ей сама пользоваться. Буду обувь мыть. Киталка шита, шевелится на заднем фоне. Здравствуйте, мама. Здравствуйте. Ой, девушка, извините, пожалуйста. Ну, как бы вы меня немного напугали. Извините, пожалуйста, можно я водички вас покрасить. А откуда у меня вода? У меня нет с собой воды. Ну, в доме, извините, пожалуйста. И я не здесь живу. Я живу на Ленинском. А есть водички у меня? Я даже не могу вам подсказать. Просто плохо. Присаживайтесь, посидите... Присаживайтесь, посидите маленько на лавочке. Вы как-то сзади подошли, вы меня просто напугали. Ничего. Выздоравливайте. Сам шматрый. Или вмазанный. И что-то просто спины подходит. Мамочки. Все, в общем. Я как раз доставала телефон. Посмотреть, чтобы время... Я даже время не посмотрела. Сейчас огляну, сколько времени. Какой водички. Вот иди в магазин и купи. Прилично одет, кстати. И не грязно. Так. Так, так, так. Так, так, так. Время подходит. Обед к завершению. Пойду возвращаться. Все свои делишки сделала. Так, замечательно. Классно то, что почистили. Представляете, газоны почистили. Но это детская площадка. Видите, да? Травы зеленые. Даже не намечается еще трава зеленая. А только что, когда была... Когда кушала. В общем, там девочки за соседним столиком говорили, что на следующей неделе ожидается похолодание. Минус 9. Минус 9. Днем. И снег. Я тоже думаю, что рано радовались, что весна пришла. У нас, я уже так говорила в своих видео неоднократно, у нас несколько лет назад, вообще, в самом конце апреля навалило снега столько, что даже ребенок умер под снегом. Там они какие-то тоннели строили. Все, мои дорогие. Я практически дошла до своего рабочего места. Прогулочка, прогулочка. Очень хорошо. Вот возле какого дома стою. Я здесь хожу. Вращаюсь все на одном пятачке. Как хорошо, что я сходила в банки, все вопросы решила. На удивление в Сбербанке не было народа. Ну, так совпало. Это потому, что я хороший человек. Потому, что я хороший человек. И это... Никто мне не чинит препятствий. Все. Прощаюсь с вами, мои дорогие. Люблю, целую. Я уже в Каменске, в Уральском, как местная достопримечательность. Представляете, меня узнали работники Сбербанка. С одной стороны, стыдно, потому что в своих видео домашних я же в нелицеприятном каком-то свете, мне кажется, выгляжу. Потому, что я где-то употребляю мат, а в Акершинице я еще та, где-то, там, знаете, в растянутом платье. Ну, такая, какая есть. Я же не пытаюсь быть... Я же не пытаюсь быть лучше, чем я есть. Вот такая вот реальная жизнь. Суровые реалии. Ну, сейчас точно прощаюсь. Все. Пока. Я уже дошла, мой обед закончился. Я уже дошла, мой обед.